доброго времени суток друзья с вами семейный юрист антон сарвачев специально для своего второго канала на ю тубе под названием мужская консультация у меня на канале есть несколько видео посвященное разведенным женщинам с детьми сокращенный рсп разведенка с прицепом и я собрал практически все женские комментарии под этими видео ну наверное какие-то пропустил но не суть важно и сейчас мы с вами почитаем эти женские комментарии обсудим их по этому поводу я даже надел галстук как махровый оленяка который идет встречаться так сказать на свидание с женским полом и очки гучи которые как всем известно не пропускают хейт то есть не видно негатива в них и так я думаю можно приступить к чтению любовь аксюта пишет буду стараться читать с выражением любовь аксюта пишет девушка женщина там не знак она девочка пришла на мужской канал и своим долгом и своим долгом решила тут же написать вот так скажу по секрету рсп это образ жизни и мысли рсп еще будучи без детей и мужа девственница и уже рсп наконец-то из ваших спутанных речей я поняла о чем вы дело в том что мы живем не при первобытном строе на детей возлагается больше чем на мужа мужик это что-то типа игрульки не особо умен не особо подвижный индивид к 30 годам с пузом и кучей понтов и амбиции на пустом месте но не знаю кому сейчас это нужно это чудо которое нужно еще и содержать и обеспечивать кстати если рсп умна она не будет прыгать по мужикам вы описываете очень низкий уровень хорошо что вы не в курсе об рсп владеющих тактикой и логикой а такой вы хрен отмажетесь ладно удачи всем а главное не встретить мою копию ну если по делу мне 33 в октябре будет 34 пуза у меня нет куча понтов тоже немножко понтов есть а амбиции мои не на пустом месте опять же кому интересно загуглите юрист антон сорвачёв посмотрите что пресса обо мне пишет давно в чем можно найти интернете про меня вот поэтому не знаю о чем вы содержать меня точно не нужно вот и кстати множество мужчин которые пишут у меня в комментариях жалуются на то что женщин нужно содержать многие мужчины то пишут комментариях жалуются почему-то что женщин нужно содержать а женщины почему-то думают что нужно содержать мужчин у меня на это есть только одно объяснение женщина воспринимает мужские деньги по определению своими и поэтому когда мужчина содержит и себя и И ее она в своем, так сказать, вот таком вот волшебном мире переворачивает это и считает, что она содержит мужчину на его же деньги. Вот я только так это могу объяснить. Маргарита Давыдкина цитирует Писание и толкует их извращенно. По Писанию человек это совокупность мужчины и женщины в одном в библейском понятии о человеке. И потому согрешив непослушанием Бога женщина, Ева жизнь вовлекла мужчину в этот грех непослушания. И потому люди, человек, созданный водами и через Адама, рождаются в этот мир с этой падшей природой непослушания Богу, враждуют с Богом до поры осознания своего положения перед ним. Маргарита, почитайте послание апостола Павла, первое Коринфянам. Там апостол Павел говорит, что женщина да молчит. Непозволительно женщине учить мужчин. Непозволительно женщине учить мужчин. Что касается богословского образования, их есть у меня. Поэтому, ну... Но этот канал не для богословских диспутов, не для религии. Он для обсуждения взаимоотношений. Я к чему все это говорил сейчас? Про религию, про богословское образование, про первое послание апостола Павла Коринфянам. Маргарита, поверьте, я лучше, чем вы, разбираюсь в православном богословии. Лучше, чем вы, знаю Библию. И лучше, чем вы, знаю толкование на нее. Поэтому, как бы, прежде чем вы решите учить хоть какого-то мужчину, я, так сказать, с православной точки зрения посоветую вам умерить свою гордыню. И не думать, что мужчины знают меньше, чем вы, по-любому из вопросов. И советы нужно давать, и ваши комментарии только тогда, когда мужчина вас о них спрашивает. Вот это по-православному. А то, что вы здесь пытаетесь меня научить, это выдает вас только гордячку, очень мало понимающую вообще в православном христианстве. Ольга Османова в ту же степь. Автор, не выводи людей в заблуждение. В Библии нигде не написано, что женщина не человек. Твои больные выдумки. Иисус Христос пришел в этот мир через Марию. Ты что, хочешь сказать, что Сын Божий пришел в мир через непонятно кого? Ну, тот же самый комментарий, что и про Маргариту Давыдкину. И мы на этом канале не считаем, что женщина не человек, конечно же. Ольга Османова дальше продолжает. И то, что мать отдаст лучший кусок ребенку, это нормальное явление. Ну, я говорил, что педоцентричная семья с психологами считается отклонением, что в современной патриархальной семье, что в патриархальной классической семье, которая является для нашего общества основой семейственности, патриархальной именно, классической семьи. Она считается для нашей культуры именно классической. На первом месте в семье мужчина, на втором женщина, на последнем месте дети. Да, это было связано с тем, что 90% населения жило в сельском быте, соответственно, если мужчина-кормилец, с ним что-то случается, то вся семья идет по миру, умирает и прекращается ее жизнь, владение каким-то имуществом, еще чем-то этой семьи. Поэтому мужчина был на первом месте. Да, сейчас экономика изменилась, сейчас мужчина не так востребован, но тем не менее, если мы говорим именно про классическую семью, то на первом месте должен быть мужчина. Поэтому, когда женщины говорят что-то про патриархат, про то, что мужчина должен, про то, что там мужчина должен ей руководить и так далее, и так далее, в настоящих реалиях это не работает. Поскольку, если вы считаете, что мужчина что-то вам должен, вы спросите себя, готовы ли вы взять у своего ребенка самый лучший кусок еды и отдать его своему мужчине. Если не готовы, то есть мужчина, вы требовать ничего не имеете права. Вот и все. Я только про это говорю. Елена Чирич пишет. Да, тупее ничего не придумать. Человеком надо сначала стать, а потом и думать получится. Ну, я думаю, что Елена пишет про то, что я пошутил, про то, что женщина не человек. А может быть и не пошутил. Кто его знает? Кто меня знает? Может быть и не пошутил. Может быть я так и считаю. Не разберешь в современном мире. Про то, что человеком надо сначала стать, а потом и думать получится. Ну, здесь разные понимания человека у нас с Еленой. Человеком с большой буквы, конечно, нужно стать, а человеком с маленькой буквы все-таки все рождаются ими, человеками. Алина Белавски пишет. Я, кстати, у меня есть видео, где я обсуждаю один из комментариев Алины Белавски. Видео называется «Женское мнение об альфачах и добытчиках». Алина Белавски там в этом видео хотела себе мужчину-добытчика. Вот и говорила, что для семьи это самое лучшее. И вот она дальше пишет. Алина Белавски. Ты на себя в зеркало хоть посмотри, прежде чем подкатывать к такой богине красоты, как я. Окей? Окей? Короче, бесплатных теток ищи где-нибудь мухаосрани, жиру с кучей детей. А я только миллиардером по карману шли до начала минимум 20 тысяч евро. Причем абсолютно просто так, как ни к чему обязывающий подарок и доказательство твоей платежеспособности. Разбан только после получения денег. PayPal такой-то. Ну, на самом деле, после этого комментария я все-таки думаю, что Алина это фейк. Наверняка там сидит толстый жирный дядька, который через сайты знакомств таким образом вымогает деньги с лохов. Просто он перепутал, так сказать, платформы и вот этот вот комментарий он с сайта знакомств скопипастил в комментарии под одним из моих видео. Ну, Алина, точнее, жирный толстый дядька, который скрытывается за этим аккаунтом. Могу тебе сказать, что на аватарке девчонка у тебя не симпатичная, можно было бы посимпатичнее намного поставить. Это просто тебе на будущее. Затем, ну, естественно, никто никому не подкатывал и как на Ютубе можно забанить, ну, можно, наверное, ну, не знаю. В общем, ставлю на то, что Алина Беласки это толстый жирный дядька. Но кто хочет, может 20 тысяч евро задонатить Алине. Может быть, она вас допустит до своего общения, так сказать, хотя бы по скайпу. Ну, потому что наверняка мой канал и оленяки смотрят такие вот, которые готовы добиваться таких, как Алина. Даже если это и нереальная женщина. Жерки Валентина пишет. С волками жить, поволчевыть. Про то, что вашу свекровь РСПХу ее муж взял с тремя детьми, еще двоих родил. Я ему завидую. У меня бы столько здоровья бы не было. Трехжильный мужик. Кстати, напишите, мне интересно, во сколько умер муж и во сколько и жевали еще свекровь. Просто мне интересно. Насколько этот мужик трехжильный. А, вы пишите, что до сих пор счастливо живут. Ну, дай бог им счастья и здоровья. Мне бы что-то показало, что он уже помер. Значит, он не трехжильный, а четырехжильный. Ну, красавчик. Побольше бы таких мужчин. Опять же, поймите меня, я не против того, чтобы вы брали себе женщин с детьми. Женились на них, рожали еще. Ради бога. Я только за. Просто, ну, например, это не мой путь. Я не говорю, что кто-то плохой, кто-то хороший. Но я для себя считаю, что так как у нас общество потребления, эгоистичное, атомизированное общество, то, соответственно, нужно понимать, что от тебя хотят остальные люди, с которыми ты, ну, женщины я имею в виду, с которыми ты планируешь связать свою судьбу. Я бы не хотел быть на месте мужа вашей свекрови, вот вообще ни разу. Но наверняка найдется множество мужчин, которые скажут, что да, нормальный вариант, молодец, ну, пожалуйста, ради бога. Опять же, кто-то этих разведенных же должен содержать. Эти люди, они как санитары, они выполняют, которые женятся на женщинах с детьми разведенных, они выполняют свою социальную роль. То есть, есть человек, который заделал, они его содержат, они содержат его потомство. Ну, пожалуйста, если им так хочется, им так нравится, кто я такой, чтобы им что-то указывать. И я, опять же, я не считаю их плохими. У каждого своя роль в этом обществе. Просто я предлагаю выбор, сам я свой выбор сделал, предлагаю выбор остальным. Вы хотите быть, условно говоря, потому что это все условно, альфа-самцом, который делает детей, и потом, если женщина ведет не так, как он хочет, то, соответственно, они расстаются. Потому что либо будет так, как хочет альфа-самец, либо будет никак. Либо вы будете, ну, условно говоря, опять же, бета вот этим вот. Условно говоря, потому что это все обезьянье деление, это все очень условно, чтобы вы понимали. Который будет содержать, делать своих детей, секс на еду менять, содержать детей вот от этого условного альфа-самца. На мой взгляд, равноценные те и не те. Я не ставлю никого ни выше, ни ниже. Просто есть, условно говоря, два пути. Вот, ну, таких глобальных. Вот по какому идти, решайте сами, пожалуйста. Обществу нужны и те, и те. Ольга-Ольга пишет. Очередной психолах, ах, всея Руси. Женитесь уже друг на друге, это надежно и точно никаких прицепов. Ну, во-первых, если мы говорим про голубизну, а, Ольга, да? А? Ты же подразумеваешь, Ольга, что те, кто не готовы, не хотят взять себе разведенную женщину с чужим ребенком, они же уже практически гомики, да? А? А? Если мы говорим про гомиков, то не женитесь, а замуж друг за друга выходите. Так будет правильно. Вот. Опять же, Ольга, вы так пишете, это сухмылка, как будто это что-то плохое. Вы же все живете в современном мире. Ольга, в Европе вас бы за такой комментарий бы засудили. Как-то вы, мне кажется, плохо к голубым относитесь. Ай-яй-яй, Ольга. Не толерантненько, не толерантненько, не по-европейски. Вы же наверняка себя мните современной европейской барышней, такой эмансипированной, независимой, которой мужик нахуй не нужен, только как вибратор там или банкомат для исполнения хотелок, да? Ну, это, правда, не европейское отношение к мужчинам, но, тем не менее, ну, не совсем европейское. Кстати, проиллюстрирую, что такое западная, ну, вот такая вот семья, западная равная семья. Это мужчина и женщина, когда идут в поход, одевают два рюкзака, и они, сука, два одинаково тяжелых. И они идут в поход. Поровну скидываются на все, поровну тянут детей, все поровну. Вот это вот, условно говоря, западная модель семьи. Уверяю вас, Ольга, вам она не подойдет. Не подойдет. Что касается психолога, то я не психолог, я юрист семейный. Екатерина Нелюбова пишет, что за дичь и много знакового вопроса. Ну, во-первых, Екатерина, если вы не из деревни, то ничего, а что? А во-вторых, за дичь пишется вот так вот, раздельно. Что? Вот так, было бы правильно. Что за дичь? Видите, смотрите как. И даже ворд перестал подчеркивать. Учите русский язык, девушки. Они свободные пишут. Бедный, обиженный разведенками юрист. Больше глупости и дичи не слышал. Посмотрите мое видео о моем личном взаимоотношении с разведенками. Два раза в жизни сталкивался с разведенками. Ну, кто кого обидел, сложно сказать. Меня, я себя обиженным не считаю. А вот вас наверняка кто-то из мужчин обидел. Я уверен, они, что вы разведенка. И такие, как я, вас-то как раз и обижают. После нас вы себя чувствуете использованными шлюхами. Которых трахнули, а детей на обеспечение не взяли. Грустно. Потому что такие, как вы, к сожалению, даже уже оргазм испытывать не способны. Поскольку у вас все упирается в деньги и в заботу о вашем потомстве. И я не говорю, что это плохо. Наверняка вы найдете себе такого вот мужчинку, который с удовольствием будет вас содержать. А вы будете ему секс давать за еду и за содержание. У вас и детей. Сто процентов. Женя Жмуркина. Алименщики пусть задумаются о том, с кем они могут построить свои новые отношения. И как его новая жена будет довольна вашими детьми и встречей с ними в вашем общем доме. А свободным от детей и от алиментов мужчин не стоит даже начинать эти отношения. К тому же вопрос жилья стал для многих очень серьезным. Если у РПС, у РСП есть свое жилье и ребенок, то ей его нужны для последующего проживания. Знак вопроса. Если у РСП есть свое жилье и ребенок, то ей его нужны для последующего проживания. Зачем ей делить с вами свое жилье? Пускать вас на свою жилплощадь. Поэтому ей тоже надо задуматься об этих сомнительных отношениях на неизвестно какой период. Приходящий папа вам не нужен. Вам нужно искать хорошо оплачиваемую работу или свой бизнес, чтобы не ходить и не унижаться к мужчинам в материальном отношении. Юрист хотя бы назвал статью какую-то. Я также могу сказать, что я великая пианистка. Вот у многих женщин, у них в голове... Ну, знаете, чем отличается мужской мозг от женского? Так, если схематично. Мужской мозг, он состоит из отсеков. Из ящичков таких. Вам нужна информация. Открываете ящичек и достаете информацию. Закрыли ящичек. Попользовались информацией. Открыли ящичек, убрали, закрыли. Женский мозг, это как спутанные наушники, спутанный клубок проводов. Вот так вот. И по ним вот так вот... Вот так вот. Вот так вот. И по ним вот так вот циркулирует ток. Все связано со всем, все вытекает из всего, понять невозможно. Вот этот вот поток сознания, вот Женя Жмуркин написала, я тоже понять не могу, что она имела в виду. Про то, что юрист хотя бы назвал статью какой-то. Статья я называю на своем основном канале с названием Антона Сарабачук. Если кто-то сомневает, что я юрист, пожалуйста, в сайт сарабачев.ком. Заходите. Ну, здесь мои выступления в СМИ. Очень много выступлений. Можете посмотреть, кому интересно. Но, тем не менее, ближе к делу. Заходите в раздел «Наша практика». И вот здесь вот «Решение судов». Открываете краткое описание дела «Решение судов». В большинстве решений, процентов 90, есть моя фамилия. Моя фамилия и мои инициалы. Любое тыкайте. Ну, за редким исключением. Везде моя фамилия есть. Можете зайти на сайт этих судов, посмотреть эти решения, так сказать, на сайтах этих судов. Я практикующий юрист. И мне уже доказывать ничего не нужно. Если хотите, пожалуйста, доказательство все налицо. Больше из этого потока сознания, бреда, я ничего не понял. Женя, вы как-то пишите хотя бы маленьким предложением. Если не можете мысль изложить таким полноценным абзацем, пишите маленькими 2-3 предложения. Вам хватит. Серьезно. Будет понятно. Я не понимаю. У вас здесь вы вроде бы начали писать про то, что у РСП есть свое жилье ребенок. Зачем вы ей нужны для последующего проживания. И тут же начали писать советы РСП. То есть вы сначала пишете какие-то советы, непонятные мысли о мужчинах. Затем у вас как-то без перехода перетекает в то, что вы даете советы РСП. И затем все заканчивается тем, что я не юрист. Как? Откуда? Вот реально спутанный клубок проводов, по которым мысли движутся в беспорядочном, абсолютно хаотичном таком порядке. Форгивен Ислав пишет. А что делать с ОБЧ? Озлобленный и бесполезный член. Коих сейчас стало много. Рассказываю. Для вас специально. Форгивен Ислав. Если вы видите озлобленный и бесполезный член, берете его в рот и сосете, пока он не станет добрым и полезным. Это верняк. Это единственный рецепт, который я вам могу дать, что делать с озлобленным, бесполезным членом. Даша Сафронова пишет. Я тоже не выйду замуж за мужчину, у которого есть дети от первого брака. Вот Даша молодец. Написала честно, без оскорблений. Даже почти грамотно. Вот Даша красотка. Побольше бы таких адекватных женщин в комментариях было бы намного интереснее читать, чем какие-то потоки сознания или просто обрюченные фразы типа «Чё за дичь?». Ольга Османова пишет. Зебали уже мужики из пустого в порожне гонять. Не ревите только. Вот, Ольга, вы такими комментариями вы даете в себе бабу быдло. Ну, серьезно. Вот женщина-быдло. Вы видите здесь кого-то, кто ревет? Я не вижу. У меня на канале мужчины мужественные, самодостаточные, умные по комментариям. Почитайте комментарии. Остроумные даже. Кто-то вон анекдоты пишет. Там про поручика мне анекдот понравился. Поручик, а вы любили? Да-с, ебался-с. Нет, я имею в виду что-то возвышенное. Было-было-с, на колокольне-с. Вероника Вероника пишет. Автор, вы идиот? Да, я идиот. Если брать греческий перевод этого слова, загуглить идиот в переводе с греческого. Означает человек, который живет своей частной жизнью и имеет свое личное мнение. Я стопроцентный идиот. Вероника, вы не поверите. Линдбит пишет. Сочувствую вам, обиженные ребятки. А юрист добровольно попортил свою репутацию. А мне не привыкать. Наберите в Яндексе юрист Сарвачев, азербайджанская газета Эхо. Меня даже в Азербайджане хуесосили в свое время. Поэтому, знаете, однажды было, что Россия-24 в прайм-тайм в 9 часов вечера запустила в новостях прям отдельный сюжет про меня, какой я мудак. Вот серьезно. У меня на канале на основном это есть. И 10 минут в новостях отдельным сюжетом разбирали, какой я конченный гандон, и мне пора в тюрьму. Поэтому ваши вот эти вот потуги про то, что я какую-то репутацию свою подпортил, еще что-то. У меня репутация одна. Если человек заплатил мне деньги, он получит результат. Я имею в виду юриспруденцию. На остальную репутацию какую-то там хорошего человека или там еще что-то клал я с высокой колокольни. Мне важна только профессиональная репутация. Она, слава богу, не подмочена и никогда подмочена не будет. Хотя, опять же, как важна? Те, кто знают, они знают, на что я способен. Те, кто не знают, может быть, и не нужно им узнавать. Василиса за Путина. За Путина. Ура! Парню наконец-то повезло, он лишился девственности, пишет Василиса под моим видео о моих личных отношениях с РСП. Василиса, откуда вы знаете? Может быть, я наврал. Может быть, у меня с этой РСПшкой никогда и не было секса. Василиса, я еще девственник. Вот я вам, так сказать, на голубом глазу говорю, даже очки подниму, чтобы вы посмотрели в мои честные глаза. Я еще девственник. Ради того, чтобы лишиться этой самой девственности, согласен на все. Содержать детей, оленить, работать на вас годами. Лишь бы вы дали мне обещание своей писечке. Просто ее запах вот этот. Я же девственник. Любовь Аксюта пишет. Ну вот и приплыли окно Авертона в Неглиже. Мужики, которые падки на женские писи оленя. А мужик проститня, эгоист, садист, не имеющий чувств. Кстати, юристы тоже могут страдать различными психоотклонениями. Вот и плавный переход к перастии. Поздравляю вас, мальчики прицепы. Это вот то же самое, что и здесь у Жени Жмуркиной. Абсолютный поток сознания, бессвязный. Я не понимаю, что хочет сказать Любовь Аксюта. Я увидел знакомое словосочетание окно Авертона. Могу сделать отдельное видео, хотя уже там куча всего рассказывают. Что такое окно Авертона? Любовь, поверьте, вы не знаете, что такое окно Авертона. Вы откуда-то это услышали, наверное, от Михалкова. Он про это как-то сюжет даже делал. Это в свое время было в такой интеллигентной среде очень модно. Про окно Авертона обсуждать. А вот, вы что-то услышали краем уха, поняли, что это плохо. И теперь это везде вставляете. Любовь, ну не позорьтесь. Вы не знаете, что такое окно Авертона. Не пытайтесь уесть или учить мужчин. Поверьте, любой среднего ума мужчинка в 10 раз умнее вас. Ну просто... Вы просто себя вот такими вот вставками не к месту. Вы просто расписываете в том, что вы по уму ниже среднего. Вы вообще не понимаете, о чем говорите. Я вас тоже поздравляю. И вы можете... Знаете, на самом деле, женщинам я порекомендую заведите себе какой-нибудь текстовый блог. В лайв-журнале, там, не знаю, во Вконтакте. И пишите хотя бы свои мысли, хотя бы 10 предложений в день. Вот ваши мысли, эмоции, чувства, что называется, распишитесь. И вы, девушки, женщины, бабоньки, вы сможете текстом излагать свои мысли. Потому что у половины из вас, если уже два предложения, а уж не говорю три или четыре, если вы пишете свою мысль в двух, трех, четырех предложениях, у вас видно, что вы не умеете эту свою мысль выразить в тексте. Научитесь этому, а учиться очень просто. Пишите где-нибудь в блоге в каком-нибудь своем 10 предложений в день. Одним абзацем. Что с вами происходит, ваши переживания, там, еще что-то, что вам интересно. О том, о чем вам интересно писать. Пишите. И вы распишетесь, тогда мы с вами подискутируем. Либо можете написать мне во Вконтакте. С любой из вас я с удовольствием по скайпу созвонюсь под запись. И потом, если получится интересный диалог, выложу его на этом канале. Почему нет? Я с радостью. Если вам изъясняться словами проще. Но проблема в том, что большинство женщин и говорить нормально не умеют. То есть, вот этот вот клубок проводов, по которым циркулирует мысль бесконечная. Это такой вот поток сознания без начала и без конца. Это очень сложно воспринимать. Ольга Ольга пишет. Откуда у успешного юриста столько свободного времени записывать всякую ахинею? Во-первых, не ахинею, а грамотные вещи. Во-вторых, именно потому, что я успешный юрист, у меня есть свободное время. Как говорил Стив Джобс, работать нужно не по 18 часов в день, а головой. Это неуспешные юристы, работают по 18 часов в день и не имеют свободного времени. У меня все хорошо, не волнуйтесь за меня. Хотя, я думаю, вы не волнуетесь, просто хотели меня, так сказать, подъебать. А? А, Ольга, что-то у вас свербит. Что-то у вас свербит. Ольга, откуда у вас столько свободного времени бегать по мужским каналам и писать всякую чушь? Ну, серьезно. Идите лучше своему мужчине миньет сделайте. Если у вас нет мужчины, тогда все понятно. Но я вам помочь не смогу. Хотя нет, смогу, но не захочу, вот скажем так. Ольга, я не хочу вам помогать. Ирина Андреева пишет. Ущербное измышление недоюриста и недопсихолога. Мишель Карамель. Мишель Карамель. Мне иногда умиляет женский ник, знаете, там Мишель Карамель, котеночек, там какая-нибудь киса клубника. А знаете, а на самом деле Мишель Карамель 45 лет, мать твоих детей. А в интернете она все еще Мишель Карамель. Фу, а что такие шикарные мужчины? А что? Мишель, если вы не из деревни, то ничего, а что? А что такие шикарные и ничто даже в данном предложении? Почему? Вот, это правильно. А почему такие шикарные мужчины без детей и семьи? Про Меганоча, старого озлобленного, бездетного неудачника, которым явно со 45 вообще насмешили. Не знаю, я ничего не говорил про Меганоча, ничего. Видно у вас на него зуб, ну идите к нему и напишите ему, что он озлобленный бездетный неудачник. Я да здесь при чем? И опять же, почему такие шикарные мужчины без детей и семьи? Потому что мы шикарны. В современных условиях под семьей понимается обеспечение женщины и ее детей. Даже не детей того мужчины, с кем она живет. Такая семья шикарным мужчинам не нужна. Шикарным мужчинам нужны красотки, которые кувыркают с ними в постели, исполняют их прихоти. И когда наедают, они меняют их на других красоток. В современном обществе так живут шикарные мужчины. Так живем мы на этом канале. Так что, Мишель Карамель, семья это ценность для вас, для женщин. Поскольку у вас семья равно ваше обеспечение мужиком. Не мужчины, а мужиком. Нам, шикарным мужчинам, такая семья не нужна. И Жерки Валентина пишет. Почему не обсуждаются мужчинки, бросивщие своих бывших вместе с детьми? Потому что этих мужчин обсуждают, хуесосят на всех телевизионных каналах, во всех женских пабликах, форумах, в большей части интернета. А вот таких каналов, как этот, можно пересчитать по пальцам одной руки. Этот канал уникален. Поэтому здесь мы обсуждать мужчин, бросивших своих бывших, не будем. И посмотрите мое видео, кто виноват в развале отношений. Если мужчина вас бросил, виноваты вы, вот конкретно вы, Жерки, поскольку не справились со своей работой. Всегда в развале любых отношений на 100% виновата женщина. Вышла замуж за алкаша, где были твои глаза, дура, что за алкаша замуж вышла и надеялась его перевоспитать. Если мужик, мужчина стал алкашом при совместной с тобой жизни, то ты виновата же, дура. Потому что довела его своими пилениями мозгов, истериками и хреновым сексом. И хреновой жратвой довела его до того, что он от безысходности пить начал. Ты и твоя мамаша. Поэтому всегда виноваты вы. И смысла обсуждать мужчин, бросивших своих бывших, нет никакого. А вот обсуждать вас, смысл есть. Чем мы на этом канале и займемся. С вами был семейный юрист Антон Сарвачев. Мой сайт sarvachev.com Мой ВКонтакт в описании под видео. Что думаете, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Это помогает продвижению этого полезного, я уверен, для мужчин канала. И подписывайтесь на мой основной канал с одноименным названием Антон Сарвачев. Посвященный политике юриспруденции. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok